И мне хочется побеседовать с вами сегодня и порассуждать на тему истины. Знаете, тогда, когда Пилат разговаривал с Иисусом, уже под самый конец, и задал Иисусу такой вопрос, ты царь евдейский? Иисус очень интересно ответил. Он говорит, я пришел для того, чтобы свидетельствовать о истине. И те, которые от истины будут слушать. И вы знаете, Пилат послушал его и подумал, что есть истина. И ушел. Я не знаю, задумался он над этим или просто сказал, что есть истина. Кто ее знает вообще? И где-то очень даже прав Пилат. Кто знает, что такое истина? Кто может сказать о себе, что я точно знаю истину? Знаете, я могу сказать, что мы знаем в чем-то, мы знаем истину, что Бог есть, это истина. Есть вещи, которые мы можем сказать однозначно, что Иисус Христос Сын Божий. Истина. Что Дух Святой есть истина. То есть, есть вещи, которые мы можем однозначно сказать. Это истина. С уверенностью утверждая ее. Но все остальное в этом нужно познавать. Слово Божье — это истина. Но его надо познавать. И у всех, у всех познание разное о истине. При том, что мы познали, что Бог есть истина, никто из нас не может претендовать, что Он знает абсолютно и совершенно истину. В глубоком смысле этого слова. Она нам полностью не открыта. И каждый познает истину на уровне своего сознания, своего знания Бога. Истина одна одна. Потому она и истина. Но дело в том, что мы с вами все такие разные. Мы с вами однажды вступили на путь истины. Как сказал о себе Иисус. Я — есть путь. Истина и жизнь. Это путь. Но если это путь, это же не значит, что пришли, стали и стоим. Это путь. Путь — значит движение. Значит, мы в этом идем. В чем мы идем? В чем мы продвигаемся? В познании истины. В познании истины. Мы с вами продвигаемся в познании истины. То есть это процесс. И я вам скажу, это процесс всей нашей жизни. Мы можем познавать глубже и глубже, и все это будет истина. И каждому человеку, который познает истину. Открывается она по-новому и по-новому, и все истина. Я могу сказать, что насколько вы знаете истину, настолько вы знаете Бога. Или же, насколько вы знаете Бога, настолько вы знаете истину. И каждый познает истину в сфере своих способностей. Способности познать на сегодняшний момент. Какой у нас духовный возраст? Вот на этом уровне мы познали сегодня истину. И это напрямую зависит от того, насколько вы близки с Господом. Потому что Бог есть истина. Без Бога она не познается. Знаете, я сегодня утром читала вот с Деянием. И как-то на фоне вот этой проповеди посмотрела. Как интересно. Фарисеи, они знали истину, да? Они знали Ветхий Завет, они знали Закон. Фарисеи знали правду, они знали правду, они знали правду. Павел в это время проповедовал, истину проповедовал. Он тоже знал Закон, тоже знал истину Закона. Но он знал и истину Нового Завета. И почему у них была стычка? Почему они не понимали? Ну, скажем, фарисеи его не понимали. И то, и то истина. Но Павел познал уже нечто большее в Духе. А фарисеи нет, и они не могли согласиться с тем, чего они понимают. Сказать, что Ветхий Завет не истина, неправда? Вы понимаете, что у каждого есть свое познание Бога, живого Бога. Павел познал живого Бога. Поэтому для него преобразилась истина в новом свете. Итак, насколько ты сегодня способен принять и понять Слово Божье, настолько ты знаешь истину. Поэтому столько различных учений. И все они основаны на познании истины. И самое больное, что каждый пытается утвердить, что вот у него истина. Что вот в нашей церкви истина, а остальные церкви все заблуждаются. Но это самое большое заблуждение. Сама истина, она не может быть вот такой разнообразной. Она перестала бы быть истиной, она одна. Истина одна. Это мы ее понимаем по-разному на своем уровне. И вот на основании этой одной истины мы все строим. И каждый строит из своего материала знаний. И все строит из своего материала знаний. Своими представлениями, своей верой. Своими впечатлениями, своей верой. Вот отсюда и происходит разногласие. Споры, искаженное восприятие, к сожалению, бывает. Если бы мы все пришли в одно состояние познания истины, был бы рай на земле. Прекратились бы споры, ссоры. Потому что мы все вошли бы в одну истину. Но я вам скажу, ни один человек абсолютно истину не знает. Ни один. Никто не должен претендовать на то, что он знает абсолютную истину. Кроме того, что есть Бог, как я вам сказала. Это истина. Что Иисус, Сын Божий, это истина. За это мы можем говорить, мы знаем истину. Но саму истину, она такая обширная. Мы познаем. Есть объективное представление о Нем, о Боге и об истине. И оно у всех общее. А вот субъективное представление о Боге и об истине у всех разное. Поэтому, вы знаете, спорят даже о Духе Святом. Одни принимают, другие не принимают. О триединстве Бога. Об Иисусе Христе, о самом Боге. Идут споры. Потому что все трактуют по-своему. Одну и ту же истину. Поэтому нельзя сказать однозначно, что мы знаем истину. Только так и никак иначе нельзя понимать Писание. Я безошибочно знаю ее. Это очень гордо сказано. Мы познаем. Мы на пути познания, понимаете? Поэтому даже Павел, которому было очень много дано откровения, много знал. Он не знал абсолютную истину. Поэтому он честно говорил, что он познает. Он в процессе, он в пути. И он все время говорил, что я даже не считаю себя достигшим. Он все время понимал, что Бог бесконечен. И мне очень нравятся эти слова. К эфесянам обратился Павел. 3.16.21 Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть. То есть еще не постигли, могли постигнуть. Со всеми святыми. Что широта и долгота, и глубина, и высота. И уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. А тому, кто действующий в нас силуя может сделать несравненно больше всего. Чего мы просим, или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе. Во все роды от века до века. О, think according to the power that works in us. To Him be the glory in church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Да даст Он нам вот это вразумение, познание. May He grant us this understanding and cognition. Высоту истины, глубину истины, широту истины. Это все истина. The height of the truth, the depth of the truth, the length of the truth. It's all truth. Все духовные знания мы приобретаем верой, правда? All spiritual knowledge we gain through faith. И все, что постигается верой, не может быть абсолютным. Потому что мы переходим из веры в веру. Мы растем. Даже вера у всех разная. Есть мера веры. У нас есть своя мера веры. И вот по мере этой веры каждому постигается истина. Поэтому существует такое прекрасное слово в христианстве. Открылась. Я прочитал, и меня открылась. Нету такого, что прочитал, и уже все знаешь истину. Она открывается, и с возрастом больше, и глубже, и больше, и глубже. Истина — это то, что за пределами человеческого ума. Она в Божьей любви, в сходящей разумении. То есть она не в нашем материальном мире. Но в духовном. В мире Бога, потому что это Бог и есть. Истина — это Бог и есть. Кто из вас может сказать, я совершенно познал Бога, абсолютно зная Его? Чем глубже познаем Бога, тем больше мы видим, что мы еще хотим познать, потому что не знаем. И Бог Отец послал нам Духа Святого. Зачем? Чтобы открыть нам истину. Для того, чтобы мы еще познали истину. Ну, представляете? Не то, что однажды раз и познали, что Бог есть, и все. И это уже истина, и больше ничего не надо. Но Иисус сказал у Иоанна 16-13, записано. Когда же придет Он, Дух истины, то есть Дух Божий, Дух истины, то Наставит на всякую истину. Ибо не от Себя будет говорить, да? А будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Вы задумывались над этим словом «всякая истина». Есть ли истина одна? Что это значит «наставить на всякую истину»? Разве истин так много, что Он на всякую будет наставлять? Нет, конечно, истина только одна. Тогда что же, как Он будет наставлять? Я вам скажу, что Бог будет, Дух Святой, будет наставлять нас на все разумения истин, на все поступки. Бог будет открывать нам истину во всех аспектах нашей жизни, областях нашей жизни. То есть будет наставлять нас на всех путях нашего разумения. Вы знаете, как важно, когда пути нашего разумения в истине. Как мало мы сделаем тогда ошибок, правда? Если истина будет внутри нас, Дух Божий будет внутри нас открывать, вот это поступок не истинный, это истинный, наставлять. У разума есть свои пути. И каждый блуждает по путям разума. Собственного разума. Но когда истина на этих путях направляет нас правильно мыслить, мы не заблуждаемся. Вот тогда мы двигаемся в истине. А так можно сойти из пути. Продолжать себя считать, что ты на путях истины, а ты давно уже сошел. Но, мой хороший, Дух истины послан нам. К Ему надо обращаться, принять. И это правда, что Он хочет нас привести в единство. В единство познаний истины. Это Церковь Христа, она должна прийти в единство. Маленькие недопонимания всегда будут. Но в общем, мы должны прийти в это понимание истины, в Духе Святом. Мы должны прийти на один путь разумения. Один Бог, один Господь, одна воля. Хотелось бы иметь одно разумение. И уже в этом пути всем нам двигаться. И познавать и глубину, и широту, и высоту, и долготу, без всяких споров. И не доказывать друг другу, нет, я знаю истину, нет, вот это истины. Знаете, когда Дух Святой открывает, независимо от того, где ты находишься, от них те же откровения. Даже если на разных языках. От них те же откровения. Это и есть истина. Она везде будет одна истина. Но мы мечтаем об этом. Хотим прийти в это состояние. Мы вступили на этот путь и должны этим двигаться. И возрастать в вере. Потому что это необходимость, когда мы возрастаем в вере. Мы возрастаем в истине, вера познает. И Павел пишет, что он не считает себя достигшим. Он тоже стремится. Почему? Потому что он очень хорошо сказал, вот первое коринфлям 13-12. Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло. Гадательно. Но если мы видим так, гадательно, можем ли мы утверждать что-то? Гадательно. Тогда же лицом к лицу увидим, когда придем туда. И каждый раз познаем чуть побольше, чуть побольше. А тогда, когда познаю, подобно как Он. когда придем туда, когда увидим Его, вот там истина полностью откроется. Вы знаете, Иоанн тоже очень интересно сказал. Он даже сказал, что даже себя мы толком не знаем. Вы представляете, даже себя. Джон сказал, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Даже сейчас утверждать мы ничего не можем, потому что еще не открылось, что будем. Потому что увидим Его, как Он есть. Вы знаете, когда увидим Его, как Он есть, вот где познание истины. Тогда станем подобны Ему. Почему? Истина нас преображает. Чем больше человек познает истину, чем глубже, тем больше Он преображает. Посмотрите, пример. Первый раз, когда мы познали истину, что Иисус Христос Спаситель наш, эта истина нас преобразила. Кем мы сразу стали с вами? Новое творение во Христе Иисусе. Второе познание. Когда мы получили крещение Духом Святым. Когда мы получили крещение Духом Святым. Мы стали духовными личностями. Мы стали духовными личностями. Это нас тоже преобразило. Это тоже изменило нас. Но мы с вами знаем еще примеры очень интересные. Мы знаем интересные примеры, что вполне возможно, познав Иисуса Христа, приняв Его Спасителем не принять Духа Святого и если не принимаем Духа Святого то мы полностью не можем познавать истину я покажу вам примеры в Диане указывается 8 главе 14-17 что находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав что самаряне приняли Слово Божье послали к ним Петра и Иоанна посмотрите, они приняли Иисуса Христа они приняли и поняли что это истина, что Он Спаситель но не приняли Духа Святого которые придя помолились чтобы они приняли Духа Святого ибо Он не сходил еще ни на одного из них а только были они крещены во имя Господа Иисуса сколько еще есть мои хорошие в этом мире хорошие христиане они в истине они познали, что Иисус Христос Сын Божий они стали новым творением стали но если не приняли Духа Святого не сделали следующий шаг аналогичный случай мы тоже видим описывается в Деяниях 19-й главе когда пришли в Каримф Павел пришел и увидел, что Церковь не приняла Духа Святого покаялись, покрестились но они даже не знали что есть Дух Святой что же будем говорить что они не в истине они в истине но это их уровень познания был и в первом и втором случае и те и те были в истине но это было младенческое познание истины и когда они приняли Духа Святого который наставлял их дальше могли возрастать то есть по мере нашей веры мы познаем истину и в этом продвигаемся так что познание истины зависит от чего? конечно от знания слова но от знания Бога от знания через Духа Святого как и Павел говорил нам открыто это через Духа Святого как я вам сказал фарисеям без Духа Святого было открыто Библией поэтому они не могли познать то что Павел вот насколько знание истины относительное у всех стоит ли спорить? стоит ли доказывать? или стоит просто не сходить если человек еще что-то недопонял? вот поэтому Павел и сказал мы не спорим не мы не церкви мы не спорим я думаю это очень мудро никогда не спорить но просто преподносить истину и кто насколько знает Бога кто насколько приблизился к Богу приблизился к истине поэтому поэтому вы призываетесь к близости с Богом лицом к лицу к устам Бог говорит сейчас через Слово Свое через Духа Святого и хочет чтобы мы все росли в истине повзрослели в истине мы к этому призываемся это путь истина это путь поэтому если мы пришли однажды и не двигаемся в истине мы остановились мы остановились мы не можем тогда возрастать это не рост но мы должны из веры в веру из святости в святость из близких отношений в еще близкие отношения углубляясь в Господа знаете что углубляясь вы углубляетесь в истину она тогда открывается во всей своей красоте полноте и вы отпознаете Бога потому что Бог есть истина и когда он задал Пилат что есть истина конечно как он мог ее познать то что этот мир преподносит вообще ее не является но нас Бог поставил на этот путь ознобайте ее не останавливайтесь углубляйтесь двигайтесь почему истина преображает истина вас преображает вы становитесь новым человеком подобными ему подобными ему почему потому что истина это наш Бог если вы преображаетесь от Господа в чей образ вы преображаетесь в Его образ я вас благословляю на этом благословляю отможем отможем истина